Под гнётом свинцового купола В мире бесцветного Урбана Привет! Это Дава Дым и это вот такой вот ростовский Урбан И сегодня здесь я подумал, что раз мы будем говорить про продукт Урбан Сол Да-да, именно про него То почему бы не снять его на улице в каких-нибудь красивых задворочках Чтобы полностью пропитаться Урбаном Ростова и рассказать про Урбан Сол Табачную смесь Табачную смесь, в принципе, да Табачную смесь от компании Джем Вот такие вот задворочки И у нас есть вот такой вот продукт Урбан Сол Что это? Это табак, не бестабачная смесь Как-то взаимодействующая с всеми известным брендом чайных смесей Компанией Джем Именно на выставке Хука Клаб Шоу нам показали, что такое Урбан Сол И познакомившись с ним там, захотелось, соответственно, познакомиться здесь Но так как было сложно сконтактироваться с компанией Урбан Сол Пришлось все это купить Да Я взял ни много, ни мало И нашел среди этих 9 вкусов, наверное, топ 5, по моему мнению Потому что прокурил в целом я все, что купил И давайте потихонечку разберем все эти 9 вкусов А потом уже поговорим о самом продукте О его жаростойкости О его каких-то специфичных моментах Каких-то минусах И, конечно же, просто подведем итоги по этому продукту Йоу! Манго Маракуйя В целом вкус хороший Но вот Маракуйя немного вот здесь подвела Но манго однозначно вытаскивает Поэтому это в копилочку Ягодный мармелад Он забрал мою душу Это самый топовый вкус из всех вкусов, которые я купил Но я напомню, что в линейке Урбан Сол 19 вкусов Вишневая кола, друг мой Это можно сразу убрать И лишь только попробовать Никак она мне не понравилась Не ароматизаторы вишни Тем более в сочетании с Кока-Колой Вроде бы классика, но здесь она мне не зашла Гранат Тренд на этот вкус в 22 году Превыше всего Но у Урбан Сола получилось немного неправильно это сделать Гранат хороший, но не вызывает вау-эффекта Но покурить можно Классическая малина Либо бабушкино варенье в исполнении Урбан Сола Урбан бабушка с ее личным вареньем Не супер круто, не супер хуёво Поэтому просто отложим Красный апельсин Вроде скажете Да кто нахуй любит эти цитрусы? Я вам скажу, что здесь получилось идеально вывести Вкус сочности апельсина и терпкость цедры Это топ Дыня с мятой Вроде бы классический вкус дыни мята Но дынька здесь скорее всего колхозница И она очень-очень сочная и хорошая Не такая приторная, как вы, наверное, представляете себе дыню И еще один вкус, который я купил абсолютно случайно Это у нас пряный виноград Я его лично не курил, но кальянчик сказал, что это самый топовый виноград, который он курил А курил, поверьте, он не так уж много крутых, супер крутых брендов Но я ему верю и уверен, что по запаху этот виноград очень-очень сладкий Поэтому отправляется в наш топ-5 Пух Что по жаростойкости? Да все очень просто Чашечка Big Mac с тонкими стеночками Но при этом 4,25 угля Держится на ура Учитывая, что я здесь также сижу и с вами пизжу и разговариваю Но он не перегревается Что по дымности? Да Последнее время актуально стало А что по дымности? Да, а что по дымности? Ну что, вроде дымно Вроде нормально Что в общем в целом по самому продукту По жаростойкости, выше всех похвал, хорошо держит температуру А для тех, кто страдает от того, что табак не сильно ароматизирован Либо табак чересчур переоромлен, что аж начинает химозить То здесь, конечно же, все гладенько Табак не переоромлен, табак не дооромлен Не недооромлен Где-то посередине Вкусы не супер яркие Вкусы не химозные Больше похожи на естественные вкусы Которые, в принципе, хорошо ложатся как в соло, так и в миксах Но, но, но Маленький минус Если Urban Soul мешать каким-то другим продуктам То Urban Soul в чашке в общей гамме вкуса будет у вас хорошенечко проигрывать И, возможно, даже некоторые вкусы не будут чувствоваться Потому что другой продукт спокойно его передавливает по аромке И просто вот пропадает За исключением, допустим, химозной вишни с колой Здесь все иначе Там просто вот химозит и химозит Здесь ничего не поделаешь С остальными вкусами вот такая вот проблема есть, которую я заметил Хоть я сейчас здесь расхваливаю многие его моменты Но я расхваливаю их по факту При этом табак не улетает по оверпрайсу в своей категории Он остается прям вот почти лоукост своего сегмента И не очень дорого Также стильненький дизайн Конечно же у нас есть акцизик и честный знак Все, что положено, чтобы начать им торговать Либо спокойно его покупать И не боясь, что тебя хлопнут за задницу хлопец Ну и самое главное, друг мой По крепости он чуть-чуть ниже, чем средний продукт Он не бьет по горлу Он мягкий, как табак наш Но при этом накуривает очень хорошо То есть покурив чашечку утречком Либо вечерочком Можно хорошенечко насытиться никотинчиком И уже спокойно целый день делать свои дела Но если ты кальянщик, ты куришь танжуху и прочее То этот продукт для тебя будет легким Для меня он тоже легкий Но послушав мнение своих коллег Которые не так часто курят кальян на работе Вполне накуривает Так что это был Дава Дым Это был продукт Urban Soul И вот такой вот у нас бесцветный Urban Пока Пока